И если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Наказывают, да? Хорошо. Спасибо, очень хороший вопрос. Да, на самом деле из текста можно понять, что Бог говорит ангелам воздать им и дать это наказание. Легитимно. Я сейчас отвечу на этот вопрос. Он на самом деле очень важен, этот вопрос. Дело в том, что когда ангелы, то есть я согласен полностью, что это написано ангелам или ангелу воздать, наказать, приготовить в два раза больше. Соглашаюсь. Но дело в том, что люди все равно будут параллельно жить в это время. Это то, о чем мы с вами говорили в начальных, первых главах. Я на самом деле этим вопросом очень давно задаюсь. Насколько это правильно, когда Бог, например, изливает свой суд, в данном случае это ангелы. Нужно ли в это время помогать этим людям? Это вопрос морали. Понимаете? Или же нужно дать место гневу Божьему, не стать на пути Бога, не заслонить с собой грешники, это даже не грешники, это уже нечестивая территория, пытаясь как бы помочь на уровне человеческого понимания. То есть я думаю, это вопрос очень-очень сложный. И спасибо, что прозвучал он сейчас. Потому что на самом деле мы становимся перед выбором, помогать или нет. Где найти ответ? Писание говорит, и Новый Завет говорит, что мы должны помогать в первую очередь своим поверьям. Теперь, если у нас вот в этот период мы не сможем покупать, мы не сможем продавать, давайте помнить об этом все-таки. Наши ресурсы будут намного больше ограничены, чем ресурсы мирских людей. Понимаете, о чем я сейчас говорю? У нас не будет доступа к товарообменной системе, потому что мы не можем продавать и не можем покупать, но как-то будем выживать мы в это время, если доживем. И свои ресурсы тратить на то, где накоплено больше и есть доступ к складам продовольственным и так далее. Я не думаю, что это будет рационально и мудро. Поэтому, руководствуясь стихом, что вначале своим поверье, а потом уже, если что-то останется, у меня большие сомнения по поводу останется просто. То есть я думаю, что в этом смысле Господь нас некий предохранитель нам даст. То есть по-человечески и этому бы дать, и вот этому дать. Но, знаете, мы просто не жили в такое время, и мы не стояли перед таким выбором, когда ты должен решать, кому дать кусок хлеба, а кому не дать. И тот, которому ты дашь, он выживет, а тот, которому ты не дашь, на завтра уже умрет. И это в твоей власти. Мы просто не были в таких ситуациях. Поэтому сегодня, говоря об этом, мы говорим чисто теоретически. Но, тем не менее, большое спасибо за вопрос. И я надеюсь, что я ответил. Ответил или нет? Хорошо. 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 Хорошо.